Я суперэлитный ниндзя, и в любом случае когда-нибудь стану Хокаге, поэтому запомни хорошенько моё имя. Наруто и Менмо общались ещё на протяжении 15 минут, пока не послышались шуршания за дверью, и через мгновение послышался голос главы деревни. «Я дома!» – послышался уставший голос Минато. «Дорогой, иди быстрее мыться и садись за стол, сегодня особый день, у нас дома гости». «Да, и кто же?» – поинтересовался Минато Укушина. «Здравствуйте, Минато-сенсей!» – поздоровался, запнувшись с Наруто по-мужски. «Наруто, привет! Не ожидал тебя тут увидеть, не часто ты к нам заходишь?» «Ну, Ами меня уговорила, вы, наверное, сильно устали, а я вас задерживаю, идите в душ!» произнёс в ответ Наруто. «Да не, всё в порядке, Наруто». «Пап, сегодня будет рамен!» – с радостью в голосе сказал Менмо. «Ну, хоть одна хорошая новость за день!» – прокомментировал Минато. «Ладно, я пойду мыться, и все можем сесть за стол после этого». «Так, точно!» – крикнула Ами. Из кухни шёл приятный аромат, который заставил всех проходящих людей мимо из окна захлёбываться в слюне. «Ну, Наруто, можешь приступать к трапезе. Никто не ест сейчас. Пусть Наруто первым попробует мой рамен. Хочу посмотреть на его реакцию». «Скомандовала Кушина, за чего все обиженно смотрели на Наруто, а тот, как назло, не торопился, как только Наруто начал жевать. Рамен послышался какой-то треск, и Наруто сразу же схватился за челюсть. «Ай-яй-яй-яй, как же больно!» «Что такое, Наруто? В рамен что-то попало?» «Да нет, Кушина-сан, ваш рамен оказался настолько вкусным, что у меня с кулака жизнь треснула. Чёрт, как же вкусно!» «Ну, больно, но ещё вкусно!» Стал есть рамен и плакать от боли в скулах Наруто. Они крайне сильно сводили. Все сразу же залились смехом. «Его лицо!» Менма схватился за живот из-за сильного смеха. «Его лицо такое же, как у Теучи!» «Тогда мама дала ему свой рамен!» «Боже, прекратите, мне уже больно смеяться!» «Да, точно, Менма, ты прав, лицо прям один в один!» Не удержался уже Минато. Семья в полном сборе сидели до поздней ночи, веселились и смеялись. Впервые за долгое время Минато улыбнулся по-настоящему. Это был один из самых счастливых моментов в жизни Минато. Сначала он 30 лет назад услышал, что он станет отцом, а спустя пару месяцев – отцом близнецов. Спустя несколько лет станет отцом маленькой принцессы, и сейчас, когда его семья снова в полном сборе, все улыбаются. Но, к сожалению, надо было уже прощаться. «Наруто, ты точно не хочешь остаться у нас ночевкой?» «На улице уже поздно, я могу положить тебя в комнате Менмы, а он в зале будет спать», – забеспокоилась Кушина, и отчасти ей хотелось продлить этот момент. «Ну, спасибо тебе большое, мама!» «Немного обиженно сказал Менма, а если без шуток, то, Наруто, оставайся, мне не в лом поспать на диване. Нет-нет, все в порядке, не хочу приносить какие-либо вам неудобства, да и в гостях хорошо, а дома лучше все же». «Ясно, Наруто, это и твой дом тоже», – пронеслось в голове у Кушины. «Минато, я все равно переживаю, проводи, пожалуйста, Наруто до дома». «Хорошо, так и сделаю». «Молодец, Кушина, понимает, что к чему». Пронеслось уже позже в голове у Минато. И вот, сын и отец идут вместе. Они сначала свой разговор начали только спустя пару минут тишины, так как Наруто не знал, о чем говорить, а Минато в принципе тоже, только вот еще сверху была сильная неуверенность в себе, но ему пришла идея, как начать разговор. «Наруто, какими техниками тебя научить?» «Я ведь... теперь, хоть и временно, но твой сенсей...» Начал разговор Минато. «Временных сенсеев не бывает». «Ах, так я даже не знаю, если честно. Но если придется быть честным, то хотелось бы узнать, по каким принципам работает ваша коронная техника Хирайшин. Вот допустим, когда вы телепортируетесь, что вы видите? И как вы понимаете, допустим, к какому кунаю надо телепортироваться? Вы видите сотни дверей, и каждый ведет там кунаю? Это первое, что пришло мне на ум. Но тут все просто с первым вопросом. Нет там никаких дверей, просто происходит резкая смена окружения. Это если бы ты закрыл глаза, повернул голову и открыл бы их, то просто бы увидел другой пейзаж. А со вторым вопросом все относительно просто, но это не так. Если прям вкратце, то я задаю мысленную команду чакре, которая находится в печати. Минато достал свой кунай и стал показывать его Наруто. И я туда телепортируюсь. Ого, очень интересно. Думаю, я бы все же хотел изучить эту технику. Она очень полезная, произнес Наруто. Боюсь, за месяц не получится изучить ее. По-хорошему, нам бы хотя бы полгода. Она очень сложна и относится к разряду запрещенных техник ранга С. Сделает ты что-то не так и можешь телепортировать не тебя, а, допустим, глаз, руку, палец. А может и орган внутри тебя, или половинку твоего тела? Ого, а с кем Ами будет тренироваться? Она жаловалась, что некому ее обучать. Рин сенсей занята сакурой, да и сама Ами не хочет изучить Рининзюцу. А Какаши и так занят всей своей командой. В деревню скоро прибудет один человек, и он как раз будет помогать Ами. Ответил Минато. Ясно. Хм. Кстати, вы же знаете, что Менма пробудил Кики Генкай? Откуда он у него вообще взялся и когда он начнет его осваивать? Он сказал, что сейчас все равно, за один месяц ничего не успеет. Как закончатся экзамены, так сразу начнет изучать свои новые способности. Скорее всего, он пробудил Кики Генкай моего клана. Вот так просто? Ответил Минато. Интересно, на что он способен? Задумался Наруто. А сам даже не знаю, но надеюсь, у него получится возродить мой клан. Будем надеяться. Ладно, вы можете меня не провожать прямо до дома. Вы, наверное, и так сильно устали на работе. Спасибо за понимание, Наруто. Я правда рад был с тобой провести еще время. Но я уже не могу, спать хочу сильно. Так что давай, удачи тебе там. Попрощался Минато. Спасибо вам и спокойной ночи. Произнес Наруто. Ага, и тебе удачи, Наруто. Проснулся Наруто, как обычно, в своей тихой квартире. Приняв душ, а позже умывшись, Наруто побежал в сторону полигона, где его уже ждали. Сегодня ты что-то рано пришел, Наруто. Послышался голос старика. Я выспался просто вот и решил направиться сюда. А вы как себя чувствуете? Поинтересовался в ответ. Наруто. Отлично. Даже очень хорошо на 70 лет, я бы сказал. Хо-хо-хо. А вы не перестаете шатить, отец. Ладно. Чем мы сегодня займемся? Я помогу тебе создать новую технику. Она обещает быть сильной, если ты сделаешь все правильно. Ответил старик. Хм, интересно. А кстати, четвертый Хакаги взял меня к себе в ученики. Я забыл вам об этом сказать. Я буду у него обучаться Хирайшину. Произнес Наруто. Это очень хорошо, так как тебе нужно больше практиковаться в Сихиро и Тона. У тебя с ней очень большое сходство. Что же, думаю, можно начать пока что с легкого. Создание техники Хатаки Какаши без печати. Ты уже ведь можешь? Задался вопросом старик. Так точно. Наруто подошел к большому камню, через секунду в его руке появились молнии. И большой валун просто взорвался. Теперь попробуй использовать Чидори не как обычно в ладони, а в клинке своем. И кстати, тебе бы пора подобрать лезвие подлиннее, нежели танта. Посоветовал старик. Я думаю, с этим можно и чуть попозже разобраться. Хм, создать обычный Чидори не в ладони, а в клинке звучит сложно. Но на деле это легко, особенно легко, если ты можешь пропитывать чакрой молнии и клинок. И спустя мгновение клинок Наруто не просто стал искрить молниями, а еще и сдавать характерный звук техники Чидори. Молодец, ты смог сделать все это с первой попытки. Настоящий гений, спору нет. Теперь увеличь, я хочу, чтобы ты увеличил поток и количество чакры. Что циркулирует по лезвию? Сделать до максимального предела, но попытайся не сломать клинок. А вот это уже будет в разы сложнее. Как это должно хотя бы выглядеть, финальный вариант этой техники? Поинтересовался Наруто. Взрыв молнии. И вся земля в определенном радиусе будет либо смертельно, либо ударить с такой силой, что противник, скорее всего, будет уже в отключке. Ответил Иташи. Я понял, что делать. Только не забывай одну вещь. Стихия молнии сама по себе сильная, затратная. Так что сильно не переусердствуй, Наруто. Хорошо, а вы уходите? Да, Наруто, я пойду, лягу. Я уже сильно стар. Тяжело стоять на ногах. Эх, ладно, спасибо тебе, отец. Можешь не переживать дальше, я сам разберусь. Отправил Наруто Иташи отдыхать. Я уверен, Наруто, что у тебя все получится. Кхм, эх, старость-нерадость, конечно. Старик. Стал вглядываться Наруто в спину старика, что шел медленно и немного похрамывая. В течение шести усиленных тренировок, Наруто приблизительно все понял. Но Наруто уже стал уставать. Поэтому решил в себя побаловать и сходить искупаться в горячих источниках. Наруто медленно шел по деревне в сторону источников, опутно думая о всем на свете. Но его волновали две вещи. Первое, нападение Суны. Второе, как в этом всем замешан Гара. Курама, ты ведь знаешь? Так ведь? И откуда-то знал про проклятую печать? Я приблизительно 150 лет прожил в мастерах Фуэнзюцу. Так чего ты хочешь? Поэтому я сразу понял приблизительно для чего эта печать. А то, что она поглощает Сэнзюцу чакру, так это я просто увидел. Я ведь сам состою из нее. Ответил Курама. И другие, я так понимаю, тоже? Именно. Я тут подумал, вот еще что. Так как Гара, Джинчурики и Суна планируют напасть на нас, то с вероятностью в 100%, да, они захотят использовать силу Шукаку. Если это произойдет и Шукаку выберется, то... Песчаный мальчик умрет. Продолжил Курама за Наруто. И что делать-то? Укрепить печать? Да я хоть и хорошо знаю Фуэнзюцу, но это не то, не то место, куда стоит мне лезть, особенно если это как-то связано с печатью Джинчурики. Одно, наверное, действие и Гара просто умрет. Так что же делать мне? Ты прав, Наруто, не стоит лезть в печать. К тому же она сделана коряво. Там не то, что одно лишнее движение, а образно говоря, дунуть. И все разрушится, как карточный домик. Можно было просто попросить Итоши. Но я боюсь, что и он не справится. Он ведь больше в боях разбирается, нежели Фуэнзюцу. Эх, знать бы, что сделала бы Мита в этой ситуации. Кушан уже ничего не сможет, а тихо как и мертв. А ведь он очень хорошо разбирался Фуэнзюцу. Минато не так много в этом разбирается. У него узконаправленные знания в этом. Может быть, я попробую взять контроль над твоим телом и что-нибудь сделать? Предложил Курама. Думаю, можно, но я сомневаюсь, что ты сможешь. Что-то сделать. Одно дело просто смотреть за сестрами и знать. Другое дело уже практика. Ты прав. Черт, и что же делать? Просто попросить Шукаку не выходить из печати. Это тупо. Это так не работает. Стой. А почему? Он же теперь на нашей стороне. Так зачем ему брать контроль над телом Гаре? Спросил Наруто. Сейчас объясню. Смотри. Так как мы по сути состоим из природной чакры, то мы выделяем большое количество лишней чакры в атмосферу. И со временем в печати образуется просто большое давление из нашей собственной чакры. Если сделать что-то не так, то представь шарик, наполненный воздухом. Одно неосторожное движение. И чакра выйдет из джинчурики с большим давлением. И с большой скоростью. Если это происходит, то куда девать излишки чакры, если, как ты говоришь, пространство печати наполняется вашей чакрой? Стал разбираться и задавать вопросы Наруто. Все просто. Когда нас запечатывают, то делают так, чтобы вся эта лишняя чакра вливалась в систему циркуляции чакры джинчурики, смешивалась с родной чакрой джинчурики в общем. И джинчурики время от времени ее выпускает. Иногда даже сам не подозревая этого, из-за того, что биджу как бы увеличивает запас чакры и ее становится сложно контролировать, то она практически постоянно выбрасывает в окружение. Поэтому у всех джинчурики всегда такой большой запас чакры. И как раз поэтому-то у меня все джинчурики были из клана Узумаки, чтобы всю мою лишнюю чакру можно было хранить у них. Если меня запечатать в простого человека, его спустя пару лет просто разорвет от большого количества, главное, ядовитой чакры биджу. И еще как раз поэтому биджу запечатывают в детей, потому что очаг чакры гибкие и его можно растягивать. Выговорился Курама. Ммм, спасибо, конечно, за разъяснение, но все же вопрос остается открытым. Что делать с Гарой? Честное понятие я не имею, ладно. Знаешь что, у нас есть месяц, может быть, что-то допридумаем. Надеюсь. Ладно, я пойду к источникам, а то из-за ожогов от молнии все щиплет. Кстати, кстати, хочу тебе кое-что сказать. Больше я не могу тебя лечить. Твоя особая чакра с этим справляется даже лучше моей. А во-вторых, все остатки моей чакры поглощаются сердцем. Оповестил его лис. Хорошо, я понял. Я-то думаю, почему моя регенерация стала в разы лучше? Этот Ами как ревнивая девушка. Шутки в сторону, он прикрывает мою связь с Наруто. Вот ублюдок. Ну ничего, как Наруто. Откроет эту клетку. Я покажу этому засранцу. Он будет наконец-то честный бой между двумя демонами. Жду не дождусь этого. Ями пронеслось в мыслях у Курамы. Как только Наруто зашел в мужскую купальню, то он встретил мужика с длинными белыми волосами. Он терся у сены, что разделяло мужскую и женскую купальню. Ну давайте, давайте, повернитесь ко мне своими большими сущными сиськами. Ну прошу вас. Да, давай. Давай, ну же, черт. Что за белый луч? А ладно, все настроение пропало. Пацан, ты тоже пришел сюда, чтобы подглядывать за девками? Спросил старик с издевкой в голосе. Не хочу хвастаться, конечно, но мне не до этого. Стоит мне попросить этих милых дам, то они не только свою грудь мне покажут, а таким, как ты, неудачникам, только и приходится подглядывать за девушками. Голос Нарта был с явным превосходством и неким издевательством. Да ты хоть знаешь, кто я? Мелкий засранец. Голос старика был обиженным, но еще больше был озлобленным. Ммм, легендарный извращенец? С сарказмом спросил Нарта. Да, да, именно. Уже с превосходством сказал Джирайя, пока не догнал услышанные слова. Нет, я легендарный Санин с горым Ябуку. Никакого уважения к героям войны. Ну что за молодежь пошла? Ремнем вас мало пороли, что ли? Хотя мне все же чаще называют именно легендарный извращенец. Эх. Ха-ха. Засмеялся весь голос Нарта. Что нужно было сделать, чтобы получить такое прозвище? Я вас, Санинов, знаю. Недавно одного встречал. Одну звать легендарная неудачница, другого звать легендарный извращенец. А третьего как назвать? Легендарный педофил ученый, а? Произнес Нарта, захлебываясь в смехе. Это было бы смешно, если бы это не было правдой. Пронеслось в голове у Джирайи. Стоп, ты сказал, встречал одного из них? Ты о ком говоришь? Про Ращимару. И ты остался жив? Не верю. Он бы тебя убил, как свидетеля. Произнес Джирайя. Это правда, и к тому же, я даже с ним сражался, но он убежал, поджав хвост. Пацан, ты вообще в себе? Что за бред ты несешь? Ты хочешь мне сказать, что ты сражался с одним из трех легендарных Санинов, а он убежал? Да я даже в пьяном угаре в это не поверю, а ты мне трезвому это говоришь. Стал уже более серьезен Джирайя. Эй, старик! Со злобой сказал Наруто, исчезая, появляясь сзади Джирайи и приставляя Кунай к шее. Никогда не суди о людях по их внешности или по своим личным ощущениям. Это может стоить тебе жизни. Ха! Тебе это тоже касается. Джирайя держал Кунай у живота Наруто. Приятно познакомиться. Я Узумаки Наруто. Кто? Шоки переспросил Джирайя. Узумаки Наруто? Да, с первого раза не услышал, что ли. Кем является тебе четвертый Хакаги? Переспросил Джирайя. Никем, ведь я сирота. Мой опекун Узумаки Иташи. Слыхали про такого? Глупый вопрос, конечно, слыхал. Ладно. Слушай. Я пойду, у меня возникли дела. Удачи тебе, малыш. Наруто. Малыш? Вот засранец старый. Убежал. Черт. От этих санинов одни проблемы. И почему была такая странная реакция на мое имя? Хм. Минато! Заорал Джирайя, ворвавшись в резиденцию Хакаги. Продолжение следует. Поставь лайк, подпишись и нажми на колокольчик. Напиши свой комментарий и не забывай залетать в группу ВК и деревню Шиноби в дискорд сервере. Ссылки в описании. А с вами был, как всегда, Ганзи. Спасибо за просмотр. Берегите себя. Еще услышимся.